Собственно говоря, где у нас докладчик, которая должна начинать выступление, клинический разбор? Александра Сергеевна, я вас не вижу. Вот. Включайтесь, пожалуйста. Так, пока красный цвет. Что-то засвечивается. Вот уже больше похоже. Так, я, собственно говоря, передаю слово, но в данном случае я останусь в сети, потому что у нас это совместное обсуждение проблемы. Поэтому мы начнем с клинического разбора, который Александра Сергеевна Коротенечко изложит. Пожалуйста. Спасибо. Доброго времени суток, уважаемые слушатели. Сегодня мы вам представим клинический разбор пациента с желудочно-кишечным кровотечением, которое развилось на фоне приема оральных антикоагулянтов. Если мы посмотрим статистику вообще по применению пероральных новых оральных антикоагулянтов, то желудочно-кишечные кровотечения развиваются примерно в 2-3% случаях у всех пациентов, которым назначены оральные антикоагулянты. Это и венозная тромбоэмболия, и фибрилляция предсердий, и острокоронарный синдром, основные показания для назначения антикоагулянтов. Ну вот среди пациентов с коронавирусом это пока первый, по крайней мере, у нас зафиксированный случай. Могут также быть риски развития внутричерепных кровотечений, но обычно это длительная терапия антикоагулянтами. Не то, как у нас, максимум месяц, но при постковидном синдроме чуть дольше. Внутричерепные кровотечения развиваются не ранее, чем через год после начала терапии пероральными антикоагулянтами. Итого, 3-21% случаев, это было проведено довольно крупное исследование. Здесь и брали пациентов с венозными тромбоэмболиями, фибрилляцией предсердий, и послеоперационное введение пациентов, которые часто находятся в лежачем положении. Ну вот, повторюсь, у нас пока за все применение, назначение такой терапии, больше, чем за год работы и более, чем за тысячу прошедших пациентов, развился один случай. Итак, пациентка 57 лет, 18 ноября почувствовала повышение температуры, скачки давления, потерю обоняния и, посмотрите, была однократная диарея. Ну и, естественно, все это сопровождалось слабостью. 18 числа также она самостоятельно начала прием ксорелта в дозе 10 мг 2 раза в сутки. То, как мы и рекомендуем назначать по нашим рекомендациям. Она обратилась к нам по совету родственников, поэтому она заранее начала принимать антикоагулянты. 21 числа, в связи с тем, что были подъемы температуры до 39 градусов, она к нам обращается. Изначально никаких упоминаний про патологию желудочно-кишечного тракта она не говорила. При этом всем пациентам, когда мы назначаем оральные антикоагулянты, мы пишем, что язва не когда-то в анамнезе, потому что язва в анамнезе есть у каждого третьего человека, особенно, как говорится, кто плохо питается, кто был студентом, как говорится, у каждого есть язва. Так вот, если это просто язва в анамнезе, антикоагулянты принимать можно. Если это открывшаяся язва, то вот тут уже будем разбираться. Пациентка видела данные предупреждения, но никаких симптомов у нее изначально не было и никаких упоминаний про патологию желудочно-кишечного тракта она не говорила. Значит, 22-го числа, напомню, обращается к нам она 21-го, и у нее 18-го числа первый день приема оральных антикоагулянтов. Кнорелка она принимала. 22-го числа пациентка пишет, далее это уже идет переписка с самим пациентом. У меня второй день были язвы желудка и луковицы 12-перстной кишки в 2009 году. Сейчас чувствую дискомфорт в области желудка и боль в луковице. И второй день у меня черный стул, может быть внутреннее кровотечение. Пациентка, да, пациентка сама вспоминает, что у нее были язвы и начинает как-то беспокоиться. Однако она узнает только насчет того, что можно ли принимать амепрозол. На уточняющий вопрос, когда все это появилось, черный цвет стула, до начала терапии или после, пациентка говорит, что появилось на второй день приема ксорелка и черный стул как деготь. В данном случае мы рекомендуем отменять антикоагулянты и срочно вызывать скорую помощь, так как это является признаком открывшейся язвы желудка. Как минимум черный стул как деготь, и это в течение двух дней. Однако пациентка не соглашается ехать на скорой. 23-го она едет в поликлинику или в стационар, здесь она не указывает, она, короче говоря, едет на гастроскопию. На гастроскопии описание на поверхности слизистой по малой кривизне луковицы 12-перстной кишки определяется язвенный дефект размером 0,4 см с геморрагиями на поверхности. Ну и в заключение, язва луковицы 12-перстной кишки, рубцово-язвенная деформация луковицы 12-перстной кишки и хронический гастрит. Я прошу прощения, но при этом доктора не пишут состоявшееся желудочно-кишечное кровотечение, несмотря на наличие геморрагического компонента на слизистой. Да, доктора не пишут о том, что в данный момент присутствует, не пишут о том, что было кровотечение. Они дают заключение только то, что язва луковицы 12-перстной кишки. В тот же день переписка с нашей пациенткой. Ей сказали перестать пить ксорелта, так как кровотечения в момент осмотра не было. Также рекомендовали Денол по одной таблетке 3 раза и Нульпаза по одной таблетке 3 раза в день. Пациентка говорит, что она не ела 2 дня, могло ли это спровоцировать боли, так как утром был стул нормального цвета. Даем ей такие рекомендации, что учитывая наличие язвы, отменять нужно ксорелта и вместо него мы рекомендуем принимать солидоксид по одной капсуле 2 раза в день. Это гипориноид, но тоже при коронавирусе, вот как раз для таких пациентов, либо с очень легкой формой течения, мы иногда назначаем прием этого препарата. 24 числа описывает жалобы. Недомогание, слабость, иногда кружится голова, сегодня болит голова, слабость в ногах и в течение дня иногда беспокоит кашель. 25 числа начала принимать солидоксид, пока сохраняется слабость. 26 я опасаюсь за свои язвы желудочные из-за приема препарата солидоксид. Амепрозол пью 2 раза в день, но иногда ноет в районе желудка, больше нет никаких признаков. На наш вопрос, принимает ли Денол и Нольпазу, был такой ответ. Солидоксид пью 2 дня, Денол не принимаю, Нольпазу выпила 1 таблетку, перестала. Выпиваю Амепрозол, ем, пью солидоксид. Приглушенная ноющая боль, как будто кто покусывает и отдает в левый бок. Не постоянно, бывает периодами. В дальнейшем мы ведем длительную переписку с пациенткой, пытаемся убедить принимать Денол. Но вот 28 дальше она нам говорит, что Денол я не пью, он мне не идет. От него боль в пегастральной области. Пью Нольпазу, вроде все нормально, боль перестала чувствовать. 29. Болит спина, когда делаю домашние дела. Голова болела 2 ночи подряд, болела затылочная часть в 2 часа ночи, пила анальгин. После приема таблеток, через несколько часов боль проходит и становится меньше. Вчера пациентка отписалась, что слабость уже меньше, могу делать дела по дому. Не постоянно, но болит спина, когда иногда сидит температура 36,6. В дальнейшем на уточняющие вопросы, как и где болит спина, мы выяснили, что спина болит в районе области лопаток при движении. Что может быть мышечными болями, но уже не болями желудка. Данный разбор может показать, что действительно на приеме антикалькулянтов бывают кровотечения. Особенно если было что-то в анамнезе. Они не вызывают свежий кровотечень, но старое кровотечение открылось. Но на фоне приема препарата солидоксид клиническая картина у пациентки значительно улучшилась. Остается за 5-6 дней приема только слабость. Какие у вас вопросы? Ну хорошо, тогда давайте сейчас. Я не знаю, тут вопросы. Язва малой кривизны, подозрительно онко... Там же не кривизна, там 12-перстная кишка какая-то, онкопатология. Какие еще вопросы давайте по больной конкретно, если есть, давайте мы из... Я что-то не видел, ничего. Ну, меня, конечно, несколько смущают цифры, опубликованные по процентам кровотечений. Потому что у нас все-таки худо-бедно 4 тысячи пациентов, и никаких подобных процентов мы не видели в принципе. Ну, наверное, если бы были 3%, то это на тысячу пациентов, соответственно, 30 человек. Нет или сколько? Да, 30 человек должно было быть с инсультом у нас или с кровотечением с каким-то. Ну, этого ничего нет даже в помине. Поэтому я не очень понимаю, откуда такие гигантские цифры. Вот, ну, публикации есть, публикации спорить с ними довольно трудно. Мы же такие люди. Так, считаете ли вы целесообразно, значит, больной рябогид? Можно назначить, наверное, хуже не будет. Но в принципиальном значении, наверное, это не имеет. Вот, вопрос в другом. Вопрос в том, что мы больных действительно все время спрашиваем. О наличии источника кровотечения. Мы их постоянно по этому поводу третируем. Но они как-то проглядывают мимо. И даже больная, которая, казалось бы, уже знает про язву, и, по-видимому, не первое кровотечение, она как-то совершенно спокойно к этому отнеслась. Хотя другие больные, у которых ничего нет, они, наоборот, все начинают говорить, а вот может быть. Значит, кровотечение само по себе не бывает на фоне применения антикоагулянтов. Антикоагулянты дают кровотечение, не дают кровотечение самостоятельно, они могут усиливать то кровотечение, которое было. Что мы и наблюдаем. То есть у больной язва, у нее явно это геморрагические компоненты, это язва, и применение антикоагулянтов спровоцировало, по-видимому, увеличение объема кровотечения с появлением классического диктеобразного стула. Так, ну хорошо, тогда мы пойдем, наверное, дальше по моим слайдам, потому что у меня довольно много еще есть о чем сказать. Вот, я напомню, с чего это все начиналось. Все начиналось с того, что мы заговорили о синдроме ДВС при ковиде, как он случается и при других инфекциях, вирусных, бактериальных, это, в общем, патологическая реакция на любую, в принципе, инфекцию. Вот, и здесь сочетание тромбозов, воспаления, тромбоэмболии, нарушение проницаемости сосудистой стенки, могут быть острые язвы желудка и кишечника, но это в тяжелых случаях при хронических состояниях. Это редко наблюдается или это вообще не наблюдается. Могут присоединяться нарушения функций органов, но это все касается, конечно, более тяжелых течений, сепсис и так далее, и так далее. Вот, ну, мы постоянно уже два года пытаемся выяснить отношения с отрицателями ДВС-синдрома, хотя уже вроде сейчас немножко подуспокоилась, уже они не кричат, что это отсутствует ДВС-синдром, потому что уже и патологоанатомы подтвердили наличие ДВС-синдрома, и, в общем, это как бы стало общим местом. Но проблема в том, что если мы говорим о гиперкоагуляции, то здесь только применение антикоагулянта. Ну, и потом гиперкоагуляция – это такое понятие непонятное, то есть нет такого заболевания и нет такого состояния. А ДВС-синдром требует применения антикоагулянта, свежезамороженной плазмы и плазма фереза, и, к сожалению, две последние позиции так и не используются в нашей практике, и больные уходят, а нам рассказывают, что нет показаний. Показаний нет, а на тот свет люди отправляются. Значит, особенностями ДВС-синдрома является то, что это самоподдерживающий цикличный процесс, то есть появление каких-то новых повреждений в результате тромботических реакций, оно вызывает снова активацию свертывающей системы. Вот. А система, она работает как сдержки и противовесы, поэтому, если вы немножечко, так сказать, нагнули что-то, то система будет в другую сторону пытаться воздействовать. Вот. И, соответственно, процесс такой колебательный. То в одну сторону, то в другую сторону. Обязательно идет, или часто, точнее, идет вовлечение инфекционных распалительных составляющих. Вот. И система пытается все время устанавливать баланс. Наша задача терапии – вернуть этот баланс на уровень, который мы считаем правильным. Значит, вот я не знаю, сможем мы запустить здесь видео. Не сможем, да? Ну, к сожалению, я его один раз показывал. Значит, это речь идет о том, что, если мы переносим вот эти маятники, которые стоят, вы видите, в разных, так сказать, позициях, на две банки, находящиеся на столе, то постепенно они синхронизируются и начинают колебаться все вместе. Вот наша задача, это так называемый эффект Гюгенса, наша задача с помощью антикоагулянтов – перевести систему в стабильное состояние, чтобы вся система свертывания работала как часы в одном направлении, а не в разнобой. Одни факторы туда, другие факторы сюда – это как раз то, что не нужно. Значит, в данном случае при ковиде мы имеем некоторые особенности ДВС-синдрома, связанные с тем, что в основе активации свертывания идет воспаление, тромбовоскулита, монотромбоз. Сейчас показано, что вирус воздействует на эндотелий сосудистый. Можно включить? Ну, можно включить, да. Сейчас тогда маятники сначала включим. Это будет 20 секунд. Демонстрация будет чуть больше. Вот вы видите, они абсолютно кто во что гораст колеблются. Вот, и сейчас эта дощечка с маятниками будет аккуратно установлена на две пивные банки, которые под дощечкой как-то двигаются самостоятельно. То есть, вы видите, маятники начинают маятники начинают эту дощечку тоже двигать. И вот происходит любопытная вещь синхронизация маятников. Она не сразу происходит. Но так работает вообще все в биологии, все в медицине. Синхронизация. Появляется некий водитель ритма, который задает в конечном стекле ритм. Так же, кстати говоря, работают и сердечные мышцы. У вас все клетки имеют, собственно, так сказать, колебательные... Ну, не колебательные, а импульсы электроэнергии. Но в конечном счете одна из клеток начинает задавать импульс. И вся система синхронизируется под этот импульс. И дальше начинает работать абсолютно синхронно. Вот. Ну, возвращаемся к воспалению, к поражению эндотелия. Эндотелия – это путь внутренний. Соответственно, контактная активация иммунной комплекса. Он довольно неактивный, в отличие от внешнего пути свертывания, когда идет распад клеток. Вот это другая система. Внешний путь при гриппе H1N1 скорее идет. Вот. При сепсисе идет активация по внешнему пути. Здесь по внутреннему. И поэтому нет выраженного оксидативного компонента. Не существует такого фибринного легкого. Легкий легче в три раза примерно при ковиде, чем при гриппе H1N1. Ну, классическая клиническая картина ДВС при остром ковиде складывается из тромботических изменений. Начиная с микротромбозов, инфарктов, ишемических инсультов, тромбоэмболий, полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока. И наличие кровотечений. Носовые кровотечения, синяки на коже, гематомы, включая кровоизлияние в полости, язвенные, гемороидальные, менструальные кровотечения, обусловленные первичной патологией. Вот здесь очень важно, что первичная патология во главе угла, а не появление, ну, во всяком случае, то, что мы видим, это не появление новых язв, а именно развитие кровотечений уже из имеющихся язв. Диагностика ДВС-синдрома при, ДВС-синдроме при КОВИДе обычно. Это высокий уровень фактора Виллибранда, снижение, соотношение адаманс-13 к фактору Виллибранда, что напоминает тромботическую тромбоцитопеническую порпуру. Это, кстати говоря, характерно и для тех тромбозов, которые стали выявляться на фоне прививок. Гиперфибриногеномия, как свидетель воспаления, довольно быстро уходящая. Внутрисосудистая коагуляция это растворимые комплексы фибриномономеров, которые появляются уже на ранних стадиях и довольно долго мы их видим. Тромбоциты обычно нормальные, но бывает иногда гипотромбоцитомия. И если это утяжеление ситуации, то они могут быть предикторами высокой летальности. Иногда они повышены, потому что тромбоциты, они обладают таким свойством, они входят в тромб, выбрасывают свои факторы, активируются, и дальше разваливается этот тромб, и тромбоциты просто не имеют внутри себя ничего, они не готовы работать для тромбоза, но их количество при этом может нарастать, потому что они перестают удаляться, потребляться за счет тромбоцитов. Изращенный фибринолиз. И надо отметить, мы все время об этом говорим, что фактор уровень дедимера коррелирует с маркерами воспаления. Нет корреляции между тромбоэмболизмом и уровнем дедимера, ну и он снижается синхронно с уровнем С реактивного белка. То есть это не относится к факторам, к показателям свертывающей системы, это относится, как и фибриноген, к показателям активности воспалительного процесса. Значит, еще раз, как мы это делаем. Гиперфибриноген и миа – это свидетель воспаления. РФМК – свидетель внутрисосудистой коагуляции. Уровень тромбоцитов – это некий сторожок феномена потребления, но мы практически не видим гипотромбоцитозов, снижение уровня тромбоцитов, иногда бывает, но это скорее тромбоцит пеническая порпура. И, наконец, дедимер – это тоже, как и гиперфибриноген и миа, циреактивный белок, аферитин – все это относится к факторам воспаления. Ну, давайте мы постковидный синдром пропустим. Значит, впервые мы заговорили о лечении ДВС-синдрома при ковиде 25 января 2020 года. Еще раз повторюсь, это прямые антикоагулянты, это свежезамороженные плазмы, плазма ФРС. Хочу сказать, что мы тогда не обсуждали оральные антикоагулянты, прямые, мы обсуждали вообще прямые антикоагулянты. И в некоторых случаях при наличии гипериммунной реакции применение больших доз стероидных гормонов. Это наши рекомендации, которые были первичны еще в 2020 году. Сейчас они воспроизведены в 2021 году, там много изменений и дополнений, туда в первую очередь вошли постковидные осложнения. Но, в принципе, подход к этому не изменился. Значит, мы говорим о том, что нужно применять антикоагулянты для профилактики тромбоэмболизма. То есть, мы не вирус лечим антикоагулянтами, это было бы смешно, а мы занимаемся профилактикой или терапией, если они уже появились, тромбозом. Бывают ли тромбозы? Бывают. У нас вот один случай не так давно был, тромбоза венозного на правой конечности нижней, и мы лечили большими дозами антикоагулянтов несколько дней, потом перешли на профилактические дозы. Тромбоз доказан был верифицирован в ультразвуковом исследовании. Но, в принципе, мы говорим о прямой аналогии с тромбоэмболией легочной артерии, с тромбоэмболическим коронарогенным инсультом, когда мы занимаемся профилактикой. То есть, мы не ищем локальных тромбозов. Есть они или нет, нас не очень это интересует. А вот дача антикоагулянтов, она приводит к снижению риска развития этих самых тромбозов. Вот. Мы должны напомнить, что профилактические антикоагулянты сегодня применяются миллионами людей при послеоперационном периоде, при фибрилляции предсердий, мы также знаем, это везде написано, что любая респираторная инфекция, не только ковид, ежегодно уносит миллионы жизней пожилых людей, и это реализуется именно через механизмы ДВС-синдрома, через тромбозы, тромбоэмболии, воспаление легких, которые тоже обусловлены тромбозами. Вот. Поэтому даже средне-тяжелое течение респираторной инфекции является фактором риска развития тромбоэмболизма, и это всегда указывалось во всех описаниях тромбоэмболизма, всегда указывалось, что респираторная инфекция является фактором риска, является показанием для применения такой антикоагулянтной терапии. Значит, наша схема, как мы ее с самого начала начали применять, так мы и продолжаем. При контактах и малосимптомных формах мы применяем курантил и солодексид. По курантилу у нас данных нет, а у солодексида есть доказательное исследование, выполненное в Мексике год назад, которое показало, что применение солодексида снижает и число госпитализаций, и число смертей на ранних этапах. Значит, в основном мы применяем прямые антикоагулянты оральные, это был большой шаг, потому что когда мы приступили к формированию рекомендаций, во всем мире было написано, что прямые оральные антикоагулянты должны быть отменены, и больной должен быть переведен на низкомолекулярные гепарины. Ну, честно говоря, для меня это было непонятно, почему нужно отменять, мы наоборот сказали, что надо давать, рано давать, до того, как больной госпитализированный стал тяжелым, и у него появилась дыхательная недостаточность. Вот, дозы профилактические, которые полностью соответствуют дозам при профилактике венозного тромбоэмболизма, вот, ну, потом мы сюда же добавили постковидный синдром, о чем я уже несколько раз сказал, но сегодня мы это не будем подробно обсуждать. Значит, средне-тяжелое течение, мы считаем, что это обязательное показание для антикоагулянтной терапии, вот, причем лечение должно быть максимально быстрым и амбулаторным, не надо для этого больных госпитализировать. Очень много разговоров, а надо делать исследования, какие исследования вы хотите делать для того, чтобы назначить антикоагулянты? Поверьте, нигде, никогда никто не рекомендовал делать никаких исследований перед назначением антикоагулянтов. Вы не найдете нигде таких рекомендаций. Почему они сейчас всплыли, я не понимаю, кому в голову это пришло, я не понимаю. Никогда не назначались некие исследования. В России у нас три препарата, прямые оральные антикоагулянты. Эти препараты не требуют никакого контроля, формально во всяком случае имеют хороший профиль безопасности. Ну, я напомню, что сначала у нас был гепарин, потом добавились непрямые, простите, низкомлекулярные гепарины и прямые оральные антикоагулянты или ПААК. Ну, здесь в данном случае госпиталь Синайской горы в Нью-Йорке они показали, что применение антикоагулянтов в терапевтической и профилактической дозе равноэффективны, что снижается внутрибольничная летальность, снижается потребность в интубации, да, то есть это даже у тяжелых больных. Вот, они не обнаружили разницы между профилактической и терапевтическими дозами, вот, царесообразность профилактических доз в 21-м году, в начале 21-го года уже была подтверждена ВОЗом, вот, с осени 20-го года оральные антикоагулянты прямые начали применяться в Москве, они выдаются бесплатно, до сих пор выдаются, надо сказать, бесплатно, правда, там дозы неправильные, но это уже второй вопрос, мы, так сказать, настаиваем на эффективность своих дозировок и видим, что это так, и наш опыт, это уже более 4000 человек, мы все время считаем количество больных, значит, амбулаторное применение антикоагулянтов основано очень большом опыте, дозировки постоянно возникает, почему я говорю, что Москва, например, применяет неправильные дозировки, кстати, такие же неправильные дозировки прописаны и в рекомендациях Минздрава, убедить это невозможно, согласно инструкции, апексабан или ликвис после операции назначается в дозе 2,5 мг два раза в день, так после операции, друзья мои, после операции, когда есть риск кровотечить, его назначают в малой дозе, при фибрилляции 5 мг два раза в день, а лечебная доза это 10 мг, поэтому мы говорим, что профилактическая доза это 5 мг, рироксабан надо назначать два раза в сутки по 10 мг, хотя в инструкции написано до 20 мг один раз в сутки, это абсолютно неверно, и наконец добегатран или продакса назначается то 10 мг два раза в сутки, тут никаких противоречий с инструкцией у нас вообще нет, вот картинка, которая довольно характерна, смотрите, видите, апексабан 2,5 мг два раза в день, у него вообще нулевая эффективность, есть статьи, где прямо написано, что 2,5 мг мы использовали как плацебо, тогда как 5 мг два раза в день, вот его эффективность, добегатран 110, вот достаточно эффективно, вот рироксабан один раз в день 20 мг, да, 15 мг гораздо хуже, но увеличение кратности приема тоже работает положительно, надо сказать, сразу я сейчас оговорюсь, что есть статья по применению рироксабана 10 мг один раз в сутки при ковиде, которая показала, что это неэффективно, так мы об этом два года практически говорим, что это неэффективно, не надо мучиться, не надо так назначать рироксабан, ну 20 мг два раза в сутки можно, но это резко повышает риск кровотечения, потому что вы даете большую дозу, у вас высокий антикоагулянтный потенциал, а потом в течение суток он падает практически до нуля, не знаю, для чего такие эксперименты, все антикоагулянты даются два раза в день, и кстати говоря, низкомолекулярные тоже, гепарины, потому что время полужизни у них у всех около 12 часов, ну из инструкции добегатран 12 часов, рироксабан 5,9,11,13, ну тоже плюс-минус полсуток, а пиксабан около 12 часов, то есть все препараты для того, чтобы обеспечить более-менее равномерный уровень в крови должны даваться два раза в сутки, что делать при кровотечении, ну нужно оценивать объемы этого кровотечения, да, потому что кровотечение кровотечению рознь, в некоторых случаях достаточно просто прекратить прием антикоагулянтов, и через короткое время кровотечение останавливается, добегатран имеет специфический антагонист, идороцодзоймап, который может быть использован, он есть в России, а пиксабан и ревсабан, если это тяжелое продолжающее кровотечение, введение неактивированных или активированных факторов протромбинного комплекса, седьмого А-фактора или переливания свежезамороженной плазмы. Ну, впрочем, и эти все препараты могут быть при отсутствии антагониста к добегатрану, могут быть использованы и при применении добегатрана, если развивается тяжелое кровотечение. Ошибки в назначении ПОАК. Значит, это вот, собственно говоря, то, о чем мы только что сказали. То есть, назначаются должны в нормальной дозе два раза в сутки. Какие мы видели осложнения при применении вот этих оральных антикоагулянтов? Головная боль, боль в желудке, чувство протекания крови в сосудах, кстати говоря, покраснение головы, какие-то вот такие очень странные реакции. Очень редко синяки. Усиление обильности менструации, это обычная вещь, и мы рекомендуем на 2-3 дня прекратить на фоне менструации антикоагулянты. сукровица в отделяемом из носа, это довольно часто, но это скорее проявление ДВС-синдрома, чем применение антикоагулянтов. Единичные носовые кровотечения крайне редко, даже я бы сказал, вот я так на память, помню только один случай, это больной с искривленной носовой перегородкой, который страдал носовыми кровотечениями, и они усилились у него на фоне приема антикоагулянтов. Некие прожилки крови в каловых массах довольно часто встречаются, мы тоже к ним относимся довольно равнодушно, потому что мы думаем и считаем, что это тоже, как и сукровица, это проявление ДВС-синдрома. Геморроидальные кровотечения, когда появляется кровь в унитазе и окрашивает воду в унитазе, ну, мы таких видели, такие случаи, 2-3 за весь период, в этом случае мы переходим на салудексид. И в случае почечного кровотечения при тяжелом пилонефрите у больной с ХПН, скатеризации почек, да, такой тоже у нас был случай, мы тоже перешли на салудексид, как на запасной аэродром. Значит, естественно, возникает вопрос, а как предсказать наличие или развитие кровотечений. Значит, а сейчас используются многочисленные шкалы для самых различных ситуаций в медицине, собирается некая статистика и дальше на основе этой статистики как бы выстраивается шкала. Значит, это либо когортные статистические исследования, когда вообще никто не изучает больных и, соответственно, малозначимые события, которые не отмечаются врачами, скажем, в истории болезни, они не попадают в эти исследования. И там носовых кровотечений, например, скорее всего, не увидите, если они не тяжелые. Вот. И бывают шкалы, которые основаны на консенсусе специалистов. Ну, такая известная шкала Аскор для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний. Там вообще нет никаких наблюдений, там просто люди сели, договорились и сделали такую шкалу. Сейчас они ее там переделали, дополнили. Ну, в общем, она такая абсолютно эмпирическая. Вот. Существует Хесблет-шкала, она используется, все говорят про нее, все про нее знают. Тут только есть одна такая тема. Лобильное МНО. Вот видите, вот здесь, если посмотреть, лобильное МНО. МНО относится к проблеме, связанной с применением непрямых антикоагулянтов, морфорина. Значит, если вы применяете применение антикоагулянтов, оно вообще не меняется. Поэтому оценивать по этой шкале просто нельзя. Вот. Ну, в общем-то, мы считаем, что это очень странная шкала. Никакого отношения к клинике она не имеет. И мы как-то от нее сразу же отошли, потому что нарушение функции почек или печень. А какие нарушения? Выражены, не выражены? ХПН, это ХБП, или же это просто начальный? Ничего не понятно. Ничего не понятно. Вот. Причем здесь столическое давление? Ну, диализ трансплантации, ну, согласитесь, что это крайне редкие какие-то ситуации. Вот. А с другой стороны, там, трансаминазная какая-то активность. Ну, в общем, какая-то такая шкала, которая не жизнеспособна. Вот. С другой стороны, есть вот факторы, которые нужно рассматривать при назначении ПОАК. Здесь относится профиль эффективности и безопасности. Прямые антикоагулянты предпочтительнее, чем непрямые, поскольку они облегчают соблюдение норм и режима терапии при больных с ковидом. Ну, надо помнить о том, что относительно гипотоксичность, но ковид гипотоксичность я не видел, а вот противовирусной терапии современной, она достаточно выражена. То же самое касается функции почек. При выписке она может быть снижена у тяжелых пациентов. Вот. Поэтому в общем-то иностранцы тоже пишут, обратите внимание, что нужно выбирать прямой пероральный антикоагулянт предпочтительно для приема два раза в сутки. Вот. Ну и если есть специфический антагонист, то это лучше, чем его отсутствие. Хотя, в общем-то, можно и обойтись без него в крайнем случае. Вот. И мы предложили такую шкалу, мы ее разослали нашим участникам разработки наших рекомендаций. Они ее просмотрели, сделали свои замечания, там у нас были баллы, мы убрали баллы, стал просто риск. Вот. И здесь выглядит это следующим образом. Обострение язвы желудка или 12-перстной кишки эндоскопическое подтверждение, риск невысокий. То же самое касается варикозного изменения вен пищевода, риск невысокий. А вот наличие кровотечения, которое эндоскопически тем более подтверждено, это стопроцентная вероятность, и мы таким больным не рекомендуем применять антикоагулянты. Гемороидальные кровотечения, опять же, если это происходит сейчас, либо при пальцевом исследовании, либо, видимо, ну, я уже говорил про унитаз, да, в этом случае вероятность довольно высокая. А если просто, ну, менструации мы рекомендуем первые три дня воздержаться от применения антикоагулянтов, то же самое касается носового кручения в день начала антикоагулянта, пила, нефрит, ХБП, ну, относительно, есть некоторый риск, но не более того, при наличии активных процессов и выраженной почечной недостаточности. Клинические признаки печеночной белково-синтетической недостаточности, да, если есть у вас нарушение синтеза факторов свертывания печенью, конечно, это повышает риск. Наличие полостной операции непосредственно за несколько дней. Обращаю ваше внимание, что уровень тромбоцитов между 100 и 15 на 10 в 9 это довольно небольшой риск кровотечения. Во всяком случае мы не уменьшаем дозу, просто применяем. Ниже 15 тысяч, ну, там повышается немножко риск, но тоже он не абсолютен, потому что антикоагулянты на тромбоцитарную активность никак не влияют. Применение системных глюкокортикостероидов. Ну, нам предложили это вписать, хотя я не очень в этом уверен. Речь идет о длительном применении глюкокортикостероидов, а если это разовое применение, то в данном случае риска никакого нет. А вот НПВС, включая там ибупрофен, любимый всеми, наверное, парацетамол тоже, довольно часто, особенно если это постоянный прием, аспирин, кстати говоря, довольно серьезно возрастает риск кровотечения. Возраст старший, систолическое давление высокое, хроническое сердечное достаточно, это все не очень высокие риски развития кровотечения. Ну, вот такая шкала, мы, собственно говоря, когда назначаем больным, мы на нее опираемся, смотрим, обсуждаем с пациентом, пациентом это все пишем для того, чтобы вот, ну, есть документ, значит, как купировать наличие кровотечения, но я об этом уже два слова сказал, вот, на самом деле применять противотромботические препараты, особенно при наличии высокого риска тромбозов, тоже надо осторожно, потому что вы можете качнуть всю эту ситуацию, из кровоточивости в тромботическую сторону, вряд ли это будет целесообразно. Я уже цитировал это исследование, ну, быстро пробегусь по нему еще раз, потому что всем показалось, что надо закрывать лавочку, и до сих пор все говорят, а вы видели, вы видели, вы видели, вы видели, что среди симптоматически нечестабильных амбулаторных пациентов лечение аспирином или апексабаном по сравнению с плацебо не снизило частоту клинического исхода. но не снизило, понимаете, вот не работает. Исследование было прекращено после зачисления 9% участников из-за того, что показатель событий был ниже, чем ожидалось. Тут уже немножко по-другому звучит, то есть показатель был ниже или его не было, потому что первая часть фразы читается не снизила, а вторая часть фразы читается, что все-таки снизила, но ниже, чем ожидалось. И тут возникает, когда вы начинаете читать эту статью, возникает масса вопросов. Уровень тромбоэмболических событий и сердечно-лёгчных госпитализаций находится в диапазоне от 4 до 8%. Для этого размер выборки должен был быть 7000 человек. И они считали, что применение этих препаратов обеспечит снижение риска по заявленным исходам от 30 до 50%. Ну, хороший такой подход. Какие же события они учитывали? Симптоматически глубокий венозный тромбоз, лёгочные эмболии, артериальные тромбоэмболии, инфаркт миокарда, ишемический инсульт, госпитализация при сердечно-сосудистых или лёгочных событиях и смертности от всех причин, все кровотечения и ДВС-синдромы. То есть, вообще говоря, про ковид тут речи нет, тут вообще просто совершенно о другом идёт речь. Срок оценки 45 дней после начала лечения. Ну, хорошо. Но 18 июня 2021 года они прекратили испытания досрочно из-за более низких, чем ожидалось показатели событий. Ещё раз, более низкие это не отсутствие эффекта, а это более низкие они задавали от 30 до 50 процентов снижения этих рисков, инфарктов, инсультов и так далее. В результате вместо 7 тысяч в исследование включено 5558 пациентов. Ну, как-то странновато. При этом они дают следующие риски. Для аспирина 0, для апексабана 2,5 мг 0,7 и для апексабана 5 мг 2 раза в сутки 1,4%. То есть совершенно отчётливо мы видим снижение риска развития даже тех тяжёлых осложнений, на которых они обратили внимание. Если мы говорим про дополнительный исход любого острого медицинского события в течение 45 дней после начала терапии, в сравнении с плацебо, то мы видим, что и аспирин, и апексабан, и апексабан в 5 мг они имеют чёткий отчётливый эффект, ну, на апексабан вот до 4% по сравнению с плацебо. Значит, любое кровотечение, ну, да, у них было все кровотечения не фатальные, на плацебо 3 кровотечения, на аспирин 6, на апексабане 9, на больших дозах на 5 мг 13 кровотечений. Не знаю я, мы вот такого количества точно не видели. Вот, ну, и получается, что, если читать то, что написано, а не то, что они написали в выводах, то апексабан в дозе 5 мг 2 раза в сутки снижает риск любого обращения за медицинскую помощь на 4%, в 2 раза больше, чем в дозе 2,5 мг. Вот, но что мы тут обнаружили, ещё такую любопытную деталь. они рандомизировали больных после того, как получили наличие ПЦР или антител. То есть, до назначения апексабана проходило более 10 суток. Мы посмотрели, пересчитали несколько сот человек своих, с какой же частотой, скоростью мы назначаем антикоагулянты от первых симптомов болезни. я обращаю внимание, что ПЦР это значит всё-таки несколько дней ещё прошло до того, как больной был отправлен в исследование. То есть, 10 суток это минимально, на самом деле, скорее всего, позже. А у нас 6,3. И вот тут возникает вопрос. Дело в том, что в большинстве случаев ковид протекает две недели. То есть, 10 дней это уже фактически мы на хвосте этого заболевания. Уже либо развелись осложнения, больной ушёл себе тяжёлый в стационар, либо они не развелись, а тогда не очень понятно, что мы хотим от антикоагулянтов. И, кстати говоря, у них именно поэтому такие точки оценки эффективности. Поэтому мы считаем, что те 4 дня, которые есть для данной конкретной ситуации, это принципиальный вопрос, раннее назначение ПЛАК гораздо более эффективный. Ну, и я ещё раз повторяю, что кровотечений мы видели многократно меньше. Уж не знаю. Вот. Но пока есть такие исследования будут и дальше, то мы будем активно продолжать терапию антикоагулянтов. Это, кстати говоря, третий исследователь, который предлагает закрыть тему антикоагулянтов. Видимо, она не даёт покоя, она же дешёвая терапия, что там, две недели. Вот. И поэтому все пытаются что-то придумать, но никак не получается. Вот. На что бы я хотел обратить ещё внимание, что выросло количество инфарктов миокарда. смотрите, инсульты, ну, как-то не очень, да, тромбоэмболии снизились, а вот инфаркты миокарда полезли вверх, особенно на третьей волне. И это, и сепсис, кстати говоря, полез вверх. Это может свидетельствовать о том, что мы мало даём антикоагулянтов, что нужно давать дольше антикоагулянтов, дольше антикоагулянтов, после того, как больные выписались из стационара. Мы даём, сейчас назначаем, предлагаем всем применять минимум две недели после полного исчезновения симптомов. Не мы придумали, это мы украли у Синайской горы. Честно скажу, у них это было написано, мы решили, что мы тоже такие же умные, будем так же двигаться, как и американцы в этом направлении. Это их технология применения прямых антикоагулянтов оральных две недели после исчезновения симптомов. Ну, ещё одна очень показательная история, здесь сохранён стиль авторов, это неглубокое Подмосковье, ну, я буду зачитывать, вы сами можете сделать все свои выводы, в конце я, может быть, два слова прокомментирую. 75 лет больному, обращается 11 ноября, здравствуйте, хотела получить консультацию по терапии моего отца, более пяти лет лечится от болезни Паркинсона. Я обращаю внимание, что здесь я не стал править ошибки, ну, смысла нет, это прямая речь, поэтому. 1-11 заболевает младшая дочь, через 5 дней маму, мамы КТ 10-15 поражения, сегодня отвезли больницу на скорую. Зачем, почему 10-15 процентов, ну, бог с ней, отвезли, отвезли. 9-го заболеваю я, и он в один день, 10-го вызвали терапевта, анализы не брали, температура у него 38-3 день, снижается поиск парацетамола, аспирина, потом вырастает, антибиотики не давали, принимал эргоферон, кипферон, свечи, бензель, промиксол и церитон. Так как болеет Паркинсоном, двигаться ему тяжело, тремор, током, непонятно про боли в мышцах, скорой была сегодня, стурация 99, сахар 4, не 6, на КТ его отказались вести. Тема КТ прямо с первого по последний слайд у нас с вами будет. Обращаю внимание, стурация 99. Значит, врач откликается, что у вашего больного отца с большой степень вероятность ковид. Мы в таком случае рекомендуем антикоагулянты, здесь подробно о нем перечисляется, то, что мы делали. И рекомендуется отменить те фуфломицины, которые больному были назначены, на наш взгляд, абсолютно необоснованными. 12 числа 38 температура, пили морса с утра, не снижается, даюсь сейчас анальгин и начинаю давать эликвиз. Дышит тяжеловато, через рот, стурация 97-98. С сегодняшнего дня очень скованное движение, сам не может с кровати встать, ноги разогнуть, спину, что может с этим посоветовать? Наверное, паркинсонизм обострился. У невролога наблюдаемости постоянно, обычно было раз в месяц, остались с ковидом, последний раз были в июле, осенью мы прокололи уколы. Как только температуру снизили анальгином, улучшилась подвижность, там встал с кровати и пошел. И ликвиз дали сегодня, 12-го числа. 13-го вчера начали пить и ликвиз, по давлению там 125-104, кислород 98, очень ослабел, стал больше спать, температура продолжает подниматься, сегодня в 4 утра 38, дала анальгин, озноб начинает подниматься, кашель хочет, откашляется, но пока немного белой мокроты, пить даю морсу с клюквой, но пьет немного, мед ест с прополисом и без. Может травы какие, сделает отварщище, сегодня 4-й день болезни, а температура не спадает сама. Ну, вопрос к кашлям, он такой все время присутствует, даже кашель мучительный бывает, он без мокроты, без откашливания, как правило, или с небольшим количеством мокроты, мы его купируем бутамират, чаще всего левопронт. Врач продолжает цитирует рекомендации МГНОТ, он пишет о том, что ухудшение состояния, мы считаем, когда температура выше 38, появляется одышка, снижается сатурация, на фоне применения антикоагулянтов. В этом случае мы добавляем преднизолон. Если температура продолжает быть высокой, то дозу преднизолона через несколько дней увеличиваем в 2 раза до 12 таблеток. Первый подход – это 6 таблеток, 30 мг преднизолона. Ну и пишет, что не надо перегружать больного различными препаратами, попробуйте ингаляции, дыхательную гимнастику. Температура 38, таблетки не помогают. Он встать, сесть не может, все сковано, я его потаскал, а теперь мышцы 0. 13 число. 13-го. Надо все-таки присоединять преднизолон, если завтра температура будет высокая. Антибиотики не рекомендуется. При длительной лихорадке на фоне антикоагулянтов преднизолона желательно иметь увеличение прокальцитанина, чтобы исключить бактериальную инфекцию. Опять какая-то торговля идет насчет преднизолона, давать, не давать, вроде температура 37, сегодня диарея, кишечник очистился хорошо, я не понимаю, что такое хорошо очистился, но бог с ним. Врач пишет, ну, не давать, значит, не давать, раз все хорошо. 14-го. Опять температура 38, сатурация уменьшилась, 95, все время лежит, дала ему таблетка анальгина, давать ли ему завтра преднизолон. То есть преднизолон мы откладываем все время на потом. Ну, врач считает, что нужно дать сейчас, потому что температура вернулась. Вот, и преднизолон вот с 14-го числа ему назначается. Значит, температура 36, ночью тоже тяжело, тоже не было, в 12 часов даю еще 6 таблеток. Стало легче, стал вставать с кровати, но кислород у него 93, но у него все время 93, если вы помните, там уже было. Может, ему маску купить с кислородом, одышки нет. Ну, на самом деле, как выяснилось, одышка-то есть, но она небольшая. Значит, преднизолон мы продолжаем, пока про кислород мы не очень готовы. Значит, анализы крови. Здесь вот лейкоциты 5,6, ну, немножко снижены тромбоциты, но в пределах таких совершенно. Сегментоядерных 68, соя, роя 5 мм, циреактивный белок 64, ну, ничего такого сверхъестественного, конечно, повышен, но не так, чтобы очень. Ферритин 683 при верхней границе 400, фибриноген 4,35 при 4 в верхней границе, дедимер 4,31 при 243 в верхней границе, и РФМК 26 при верхней границе 4. То есть мы видим, что идет внутрисосудистые свертывания при относительно невысокой степени воспалительной реакции. 16-го, значит, температуры нет, до туалета не доходит, падает, приступ, опять обсуждается обострение паркинсонизма, опять поднялась температура, сатурация странная, показывает 74. Через некоторое время 93-94. Сил нет, лежит на спине 29 дохов. Ну, 29 дохов – это все-таки уже одышечка. Преднизолон уже идет, все вроде 17-го. Состояние вроде стало стабильным, вчера-сегодня температура 37, преднизолон сегодня не давал. Почему? Непонятно. Ну, хорошо. Значит, сатурация 94-95. Ну, так по нашим, честно вам скажу просто, по нашим оценкам, довольно стабильное течение. У нас много таких больных, которые вот примерно так выходят на преднизолоне. Но там почему-то был увеличен преднизолон, может быть, потому что все-таки в какой-то момент температура повысилась и добавили до 12 таблеток в сутки. Значит, вечером температура 38. Так, опять КТ можно сделать, надо, но как его туда дотащить, сам не дойдет. Сейчас подуспокоился 25, частота дыхания. Поел, температура вроде бы 37, одышка меньше, ходить тяжело, вечером уже не смог дойти до туалета. Хорошо, что температуры нет. Завтра тоже 12 таблеток преднизолона, но это короткий курс, 2-3 дня, я уже об этом говорил. Девятнадцатый. Добрый день, температура нормальная, давление 117, пульс немножко учащен, 35 вдохов и выдохов в минуту. Выяснилось, что у него левая рука в локте не сгибается. Говорит, болит, то ли когда падал с дивана, сломал, что с ним делать то. Кисти рук какие-то синие. Ну вот, что вы нам предлагаете? Мы, естественно, задаем вопрос, вы все-таки рассматриваете госпитализацию. Ну, скорая там периодически подъезжала, но почему-то все время госпитализация откладывалась. Если есть одышка, скорее всего, нужно дышать кислородом. С рукой надо разбираться. Ну, с рукой выяснилось, что ничего особенного нет. Ну, дальше. С сатурацией непонятно. Нашим прибором не могу померить, то ли он рукой дергает постоянно, пальцы холодные. На мизинце 196 показывает, то 91-93. Ну, на самом деле, все нормально показывает. Следующее сообщение. У него вообще почему-то ничего не показывает, не могу померить. У сестры у меня 98, а у него прямая линия выключается. Ну, я честно скажу, я не могу проинтерпретировать это, но все-таки чаще всего мы видим цифры 91-96, то есть ничего особенного, но немножко снижено. Конечно, ни о какой промпозиции здесь речи не идет, потому что он не повернуться, не разогнуться не может. С 20-го он не получает 11-го преднизолом, температура 36, стал есть, сам попросил поесть, сатурация 93-95, руки теплые, число вдохов 27. Ну, небольшая дышка, но не более того. К вечеру опять температура, трясет, в горле хрипа, и доктор решает, что все-таки нужно, наверное, присоединить антибиотики, дали таване по 500 мг два раза в день в таблетках, в связи с тем, что, возможно, присоединилась инфекция. 21-го температура нормальная, значит, вызвали опять скорую, только что уехали, с правой стороны что-то предлагали ввести на КТ, мы отказались, сатурация 99. Кардиограмма хорошая. А ночью опять была, в час ночи, температура 38,5. Ну, 22-го все нормально, продолжаем давать антибиотики, слабость в ногах, стоять не может, температура нормальная, не повышалась выше 36,6 градусов. 23-й тоже все нормально, кашля тоже почти нет, только слабость. Ну, эпилог этой истории, которая выглядела вполне благополучно, и мы, в общем-то, радовались тому, что произошло. 24-го у нас закончилось наше двухнедельное общение, у нас абонемент на две недели. Значит, на наш взгляд, состояние стабилизировалось, температура нормализовалась, но от пролонгации консультативной помощи родственники отказались. А 27-го они его повезли на КТ. Зачем? Что они хотели на этом КТ увидеть, мы не знаем. Но ему стало внезапно плохо, и он там умер. Вот такая вот история. Относить его к смертям от нашего лечения, не знаю, не могу вам ответить на этот вопрос однозначно. Ну, наверное, мы отнесем. Но, честно говоря, такие вот острые смерти я вижу не первый раз, уже их несколько раз видел среди лиц старше 70 лет, когда вроде бы все уже благополучно, человек выходит, и внезапно умирает от острой сердечной недостаточности. Что там происходит? Тромбоэмболия ли? Или что-то в миокарде? Нарушение ритма? У меня нет данных, к сожалению, по тому, что происходит. Вот, собственно говоря, все, что я сегодня хотел вам рассказать. Вот такие у нас бывают случаи. К сожалению, мы не боги, и не все мы можем вылечить, не всегда можем предугадать развитие каких-то осложнений. Но каждый раз мы на этом учимся. И вот еще раз повторюсь, мы уже не первый раз видим такие острые смерти сердечно-сосудистые. предыдущие больные не входили, скажем так, в когорту, которую мы наблюдали. Это были позвонковые больные, то есть те, кто обращался к нам по телефону, и кому мы давали, не давали, соблюдали, не соблюдали. Мы там вообще не очень все знаем, но вот две конкретно смерти я такие видел. и обе в случаях, когда люди уже практически выходили из тяжелого состояния. Вот. Ну и давайте я тогда сразу пойду по вопросам, вы можете их писать дальше. Так. По ковиду. Молодой человек перенес ковид месяц назад, растворимый фибриноменомер, остался высоким, 20 против 5, что делать? Ничего не делать. Если нет симптоматики, мы на лабораторные показатели не ориентируемся. Они нам в помощь, но не более того. Они не являются основой для принятия каких-либо решений. Так. Соседке пропало боняние, анализ N-ковид положительный, приехали врачи, в спецкостюмах, назначенный коронавир, как очень хороший противовирусный препарат, ничего про него не известно. Никаких доказательств эффективности нет. А то, что он дает осложнение, это известно. В анноциации написано, что этот препарат можно назначать только в условиях стационара, что вы скажете. Хорошего? Ничего. Мы эти препараты категорически не рекомендуем применять нашим пациентам. Как и когда отменять ПОАК, назначенную лечение ковида. Спасибо. Мы, еще раз повторюсь, две недели нормального состояния, бессимптомного состояния и можно отменять прямые антикоагулянты. Только я еще раз вам напоминаю про дозировки. Дозировки должны быть нормальными. В день проведения гастроскопии отменять ли НОАК, который применяется после перенесенного ковида? Ну, после перенесенного можно, конечно, отменить, потому что он в этой ситуации не очень нужен, а риск кровоточения при гастроскопии всегда повышен. Отменить лучше накануне вечером, потому что 12 часов пока туда-сюда у вас, может быть, даже и чуть раньше. Я за малой кривизны подозрительно онко взяли биопсию. Откуда я знаю? Наверное, не брали. Может, брали. Мы же не делаем это, мы же не медицинская организация. Про рибогид я уже говорил. Может быть, имеет смысл назначать. Были ли нарушения менструального цикла на фоне приема антикоагулянтов? Менорагии. Нарушение менструального цикла или менорагии? Две разные вещи. Нарушение менструального цикла без всяких антикоагулянтов через одну. Ну, это я, конечно, утрирую, но это очень часто. А увеличение объема кровотечения, конечно, были. Мы отменяем антикоагулянты. Несколько раз про это сказал. Так, ну, про рибогид. Ладно. Мы не применяем никаких препаратов с противовирусным эффектом. Доказательств их эффективности мы не видим. РФМК не является ориентиром для продолжительности приема нуаков. Так, я ваш пациент закровил на 2,5 ликвиса один раз в сутки. Ну, это совершенно все ни о чем, понимаете? Что значит закровило? Откуда закровило? Кровотечение при коронавирусе бывает и без антикоагулянтов. Это ДВС-синдром так проявляется. Поэтому не знаю, о чем разговор. Пациент в середине ноября принимает элитрис 5 мг в 2 раз в сутки в анализах на стеотуллин тромбоцитов 815 дегимер. Ну, вы знаете, лучше бы с этой ситуацией к нам в медицинское бюро. Я так не готов вот с этого текста что-либо вам сказать. Обращайтесь в бюро, присылайте анализы, будем смотреть. Так, малая кривизна в заключении язвы. Слушайте, я еще раз повторяю, то, что написано, что прислали, то прислали. Если там была, там язва луковица была. Насчет малой кривизны я пересмотрю, но не я эти слайды писал, поэтому я вам ничего не могу сказать. Первую волну делали плазм ФРС, затем отказались из-за неэффективности. А кто сказал, где, кто отказался из-за неэффективности, кто делал плазм ФРС, вы что-то про это знаете, я не знаю. Я знаю, что было несколько клиник, некоторым запретили делать плазм ФРС, а те, кто делал, говорили, что очень хорошо помогает. Не знаю, откуда у вас такая информация, что неэффективность. На какой сатурации рекомендуете пронпозицию? Ну, вы знаете, мы абсолютно спокойно относимся с сатурацией 90. Если стабильно 90, стойка 90, то мы рекомендуем переместиться в пронпозицию. Не все больные на это готовы. Особенно люди в теле. Вот. Поэтому это тоже такая не стопроцентная рекомендация. Мы советуем лежать на боку в полу, так сказать, позе, в полупром позиции. Обычно становится лучше. Ну, и, наверное, с этой же, так сказать, цифры мы начинаем рекомендовать применение кислорода. Благо, сейчас это стало доступным дома. Есть баллоны кислородные, есть концентраторы кислородные. Вот. И довольно много больных у нас, я хочу сказать, идет на домашнем кислороде. Не всем это помогает. Бывает, вот у нас была больная, тоже погибшая, у нее была сатурация около 80, 83, 80, кислород сделали. Несколько раз ей говорили о том, что надо бы поехать в больницу, но она говорила, не хочу. Кончилось это инфарктами и миокарда и смертью. Ну, мы же не можем заставить поехать, правда? Мы же не можем вызвать людей с автоматами, которые ее упекут в больницу. Ну, это ее решение в конечном счете. Ну, что мы можем тут сделать? Ну, конечно, такая ситуация, мы обычно таких больных все-таки активно рекомендуем. Но у нас их почти нет. У нас скорее обратная ситуация, когда ситуация 95, у людей паника, ночью там температура поднялась, вызвали скорую, ах, поехали, поехали. В больницу, приезжает больница, потом пишет, что мы тут забыли, что мы тут делали, все то же самое. Ну, вместо нуаков низкомолекулярная гепарина, преднизолон, ну, так хорошо, не преднизолон, а дексаметазон. Но это все одно и то же. Вот. Так, какие дозы и сроки по приему сулодексида? По две таблетки в сутки, ну, те же там месяц примерно. Вот. Как можно прокомментировать рекомендации по ГКС ингаляционно? Вы знаете, я бы не хотел рекомендации Минздрава хоть как-то комментировать. Я их даже перестал читать. Ну, зачем тратить время на такие, да, это же нелегитимный документ, он вообще вне закона, это удивительное дело. У нас нет в законе понятия методически рекомендации Минздрава. Просто не существует до юра. Поэтому, ну, мы живем вообще в таком перевернутом мире. Нас теперь отменили evidence-based medicine. У нас можно вне закона делать все, что угодно, ну, что делать? Как проверить сердце, какие анализы сдать помимо ЭКГ после ковида? А зачем вам ЭКГ после ковида? И проверять сердце. Так, извините, не медицинский вопрос от других РУИ, например, гриппа полезно выяснять с врачом прием ПУАК. Ну, при гриппе H1N1 у меня однозначное мнение, при других респираторных инфекциях все же зависит от тяжести, если вы имеете тяжелое течение, то там есть точка приложения для ПУАКа, легкое течение. Может быть. Особенно, если есть какие-то другие риски, факторы риска развития тромбоэмболических осложнений, тромбоэмболизма, то, наверное, ПУАКи тут нужны. Но просто лечить грипп антикоагулянтами все, конечно, можно, но, не знаю, мне кажется, это будет избыточно. Есть ли у женщины миомы, эндометриоз? Слушайте, ну, я не готов такие-то самые ответы. Если то, если все, давайте, если есть вопросы, у нас есть медицинское бюро. Отменять ПУАКи сразу или постепенно? Сразу. Никаких растягиваний, просто закончили прием и закончили. Дозу солодексида я уже ответил. Предшествующий постоянный прием аспирин и клопидогриль. Довольно часто отменяем и аспирин, и клопидогриль. Иногда у нас начинаются крики, что вот нам поставили стенд, нам нейрохирурги не рекомендуют и так далее. Мы не можем воевать с больными, мы же просто советы даем. Мы им даем совет о том, что нужно отменить, но если вы считаете, что нет, ну, не отменяйте. Но надо понимать, что риск кровотечения при совместном применении антиагрегантов и антикоагулянтов повышается очень серьезно. И если мы говорим про кровотечение на антикоагулянтах отменили, антикоагулянты уже через 12 часов там все более-менее снижается, то, например, аспирин, он действует минимум 3 дня. То же самое клопидогриль. То есть вы даете и у вас антиагрегационный эффект очень долгий. Ну, соответственно, если будет кровотечение, то вы его просто так не остановите. Опять же, при антикоагулянтах вы просто плазму перелили или там Nova7 ввели, а для антикоагреганта ничего нет. Никаких, так сказать, препаратов, которые будут останавливать кровотечение на фоне антиагрегантов просто не существует. Поэтому мы боимся, как огня, антиагрегантов везде все время всем пишем. Отмените, отмените, пожалуйста. Не продолжайте эту терапию. Несколько, там, 2-3 недели на антикоагулянтах никаких проблем ни с какими стентами не будет точно, потому что антикоагулянты более эффективны по профилактике любых тромбозов, чем аспирин. Но аспирин вообще я не знаю, насколько эффективен, даже клопидогриль. Так, будут ли методические рекомендации МГНОТ, с учетом инфпатол, доп. Ну, не очень понимаю, о чем идет речь. Ну, мы, в принципе, планируем переделывать, но не так скоро у нас пока материалы, для того, чтобы сильно переделывать рекомендации, просто нет. Хорошо. Кстати говоря, тут недавно пришел очень хороший материал, не знаю, откуда, по патологии, связанной с сосудами глаз. Нам прислал просто врач свои наблюдения. Вот. И я думаю, что мы это тоже введем в рекомендации. Я просил сделать из этого статью, потому что там с фотографиями очень так убедительно. Так, у пациента клиника ковида мазок минус, лабораторная ЦРБ норма, додимер норма, растворение фибриномономер повышен, о чем можно думать. Записывайтесь, медицинское бюро, все же я могу опять же сказать. Наша система автоматизированной диагностики имеет 89,5% чувствительности, 30% прошедших через нашу систему не имеют ковида. Тоже надо понимать, да, что далеко не всем система выставляет ковид. Ну так вот просто клиника ковида, какая клиника ковида? Ее же, ну о чем речь идет? Баркаган утверждал, что аспирин работает только у 29% пациентов ашопта. Ну это тема старая, она известная, что там разные пути этой цикла оксидиназа-2 и при приеме аспирина она переключается с одного пути на другой и появляется резистентность. Поэтому положено через несколько дней после начала приема аспирина проводить исследование агрегации тромбоцитов. Но этого, конечно, никто не делает, поэтому оценивать данные невозможно. хотя я знаю, что многие исследователи в России в том числе оценивали, ну это были чисто научные работы по оценке эффективности аспирина. Я к аспирину отношусь негативно, чем дальше, тем больше. Сейчас работ уже полно, потому что он никак не профилактирует сердечно-сосудистые события, более того, он ухудшает, особенно в пожилой группе, ухудшает, потому что вызывает круточивость выраженная. В общем, этот препарат далеко не панацея от всех бед. Но, к сожалению, перебить Биг Фарму в этой ситуации невозможно. Представляете, какие деньги делаются на этом грошовом препарате. хорошо. Ну, я думаю, что на этом все.